Сейчас похолодало. Плюс 3 показывает градусник. Не знаю, правда или нет, но стало прохладнее, чем вчера. Взял, кстати, мусорный пакет для того, чтобы сразу как чехлом обтянуть всю свою одежду, потому что тут спальник, в том числе палатка, чтобы все это не намокло. После первого дня я могу сказать свои ощущения. У меня прям колят пальцы. То есть я ехал, в какой-то момент я их перестал, ну, особо чувствовать, что они замерзли. А сегодня просыпаюсь, и они мне прям щипят. Поэтому надену вот эти перчатки флисовые и, соответственно, под них уже буду сверху натягивать перчатки мои зимние. Типа немного обеспечить тепло. Доброе утро. Доброе. И откуда вы их удерживаете? С Питера. С Питера? Да. И выдерживаете? Ну да. Итальяне? Нет, Хонда. Хонда? Да, Джорни. 50 кг. Такой метренный дом, да? Ну да. Две канистры. По 5 литров. Красота. Отчаянно. Хорошего дня. Спасибо вам тоже. Так, следующая у нас остановка это Рабочий Островск. 420 км на север. Все, помчали. Немного расскажу по поводу движения по самой дороге. На самом деле нет никакой опасности в том, что я еду с очень маленькой скоростью относительно тех машин, которые передвигаются по трассе Кола. Ну, например, если мы возьмем каких-нибудь дальнобойщиков, они это очень хорошо понимают, поэтому они либо обгоняют запасом, либо, например, справа есть очень широкая обочина, по которой я еду и уступаю, то есть я показываю либо рукой, чтобы меня обгоняли, либо они сами уже это понимали и просто объезжали где-то в одном метре от меня. Здесь, конечно, воздушные потоки, которые фуры отсекают, но они не так сильно влияют, потому что скорость низкая, к тому же я чуть-чуть сильнее прижимаюсь к рулю, и эти потоки меня вообще никак не колыхают, то есть я как ехал прямо, так и продолжаю ехать. И где-то до 40 сбрасываю, а потом уже ускоряюсь после того, как меня обгоняют фуры. Знаете, ребята, я хочу какими наблюдениями поделиться. Карелия делится на два типа, как в Америке. Развитый Запад и Дикий Восток. И здесь по инфраструктуре в том числе, несмотря на то, что она везде вызывает сомнения, здесь ее намного меньше, но и также отчасти природы. Здесь реально дикая природа. Здесь очень часто выпадается болото, но чем дальше я уезжаю на север в сторону Мурманска, сейчас я двигаюсь вдоль Онежского озера, тем получается у нас более дикая природа. Но здесь сама природа меняется на более каменистую. Давайте я вам сейчас покажу. Мало того, что тут еще и мох, начинаются еще и камни. Но это удивительно красиво. Такая же черника растет, как и у нас. Это, похоже, брусника растет. Но это мягкий карельский мох. Смотрите. Все такое мягкое. В принципе, здесь даже можно палатки ставить. Стал чаще останавливаться, потому что теплом помаленьку уходит. И надо ходить в косточки, чтобы немножко суставы работали, потому что замерзают ноги, коленки особенно. Поэтому я хожу, брожу туда-сюда. Минут пять буквально потом сажусь и поехал снова. Один очень немаловажный момент, это когда меня обгоняли, либо фуры ехали навстречу. Мне водитель показывал лайк пальцем, либо там хлопал в ладоши и говорил, типа, чувак, молодец. И знаете, это меня очень сильно бодрило. То есть я ехал по холоду, постепенно замерзаешь. Чисто эмоционально тяжело. Я бы не сказал, что мне физически было сложно, а именно то, что дорога достаточно рутинная. То есть ты едешь и просто прямая дорога, и ты от этого устаешь. Но когда тебе попадаются такие люди, кто-то сзади меня слева обгонял, сравнивался, снимал на телефон, но при этом показывал лайк и у меня настроение, соответственно, тоже поднималось. Говорят, что от страха в жилах стынет. Вот здесь такая же ситуация, когда я еду вроде бы в непонятно куда, и от этого, конечно же, появляется волнение. У любого человека, если он не совсем глупый и не тупой, естественно, у него есть какой-то страх перед неизведанным. Но когда попадаются такие водители, естественно, тебя это бодрит, и ты понимаешь, что цель уже в любом случае выбрана. Вопрос только в одном, какой ценой ты достигнешь эту цель и насколько быстро это произойдет. Смотрите, интересный факт. Вот это заправка АБС. В Финляндии есть ABC. И они скопировали дизайн, очень похож. Вот, если бы вы были в Финляндии, вы бы поняли, о чем идет речь. Фотография, конечно, предупрежден. Вот, здесь АБС. Сесть заправок ABC в Финляндии это очень крутое место. Там есть все, и гипермаркет, и мойка, и все, что угодно. Вот здесь только заправка и кафешка. Давай, заправимся. Немножко отдохнем. Это полный 92-й. По карте будет. Смотрите, Евро-5. Даже значок Евросоюза. Смешно. 47 рублей 20 копеек. Офигеть, какой дорогой бензин. Это очень интересно маркетинг поставить значок Евросоюза на значок Евро-5. Раз-два. Виды, конечно, впечатляют. Вот так вот едешь. Не снимал, но сейчас понимаю, что нужно остановиться, немножко полетать, потому что виды вдоль дорог, слева и справа озера. Очень красиво. Нужно это все заснять. Пасмурно, конечно, но тем не менее, места прекраснейшие. Субтитры сделал DimaTorzok. Тем временем, растительность менялась. Деревья становились все выше. Березы и ели уже не такие были карликовые, как раньше. Чем дальше на север, тем больше почва становилась более каменистой. Болот становилось все меньше и меньше. Увидел одно очень интересное место. Называется река Чибинка. Я теперь даже понял, почему многие едут с лодками. А здесь просто тысяча озер. Мне эти места все больше и больше нравятся. Ты можешь взять, на прицеп поставить лодку и все. И полетел кайфовать. Ну вот, например, в этом месте есть такая темная вода. Медленное течение, но она очень красивая. Смотрите. И там солнце еле-еле-еле пробивается через туман. Типа тучи. Сделаем фотографию красивую тут. Очень нравится место. Смотрите, сколько фигурок из камней. Слева, справа. Все хотят вернуться. Какое-то место интересное искусственного происхождения. Здесь просто лес. Слева, справа. Черт, я застрял. Слева, справа. Блин, нафига я сюда забрался, не понимаю Делать тут нечего Думал место красивое, херня полная А еще сцепление буксует Зря я сюда, конечно, приехал Пойду посмотрю, что я здесь Не туда я забрался Блин, если я сцепление сожгу, это вообще будет печально Поехали Зря я сюда приехал Надо назад Еще покрышку закосячил Хорошо хоть не порезал Я так понимаю, скутеру тяжеловато уже ехать при таком весе И сцепа просто тупо буксует Блин, это плохо Так, я поехал назад Ибо нам здесь делать нехрен Вообще Ого! 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 какого хрена меня сюда понесло не хватает мощи здесь уже тащить тяжелый скутер все назад посмотрели все привал отдыхаем чуть не засадил скутер не сжег сцепление сейчас потрогала крышку картера она капец просто кипяток накидала вот я вот поднялся туда а вниз бы я уже не спустился там лес хорошо что не поехал дальше иначе бы сжег бы себе сцепку сто процентов она и так уже еле-еле живая сейчас прям начала буксовать перегрел бедолагу всем салют сегодня будет филе куриный куриный фольги по-домашнему кронидов у меня был план б не так как вчера то есть я хотел поставить палатку и заночевать в этот раз пораньше по светлу съехать с дороги было единственное место которое просматривалась я понимал что там по крайней мере не болото но как видите открытая площадка возле трассы меня смутило я решил уехать туда в лес есть такое мнение что очень опасно останавливаться в палатке отчасти это правда но все зависит от того где вы будете ставить ту самую палатку например если вы ставите возле дороги то вы более уязвимый потому что вы не знаете местность вы не знаете какие люди живут и открыты со всех сторон да вы находитесь палатки вы не контролируете территорию вокруг себя поэтому я и решил уехать в лес потому что не нужно бояться животных а нужно бояться людей животные не абсолютно предсказуемы а вот от людей можно ожидать все что угодно это во первых во вторых я вам еще хочу рассказать правило 15 минут она абсолютно работает еще из опыта продаж когда я работал продавцом могу рассказать в принципе психологии общения с людьми например если вы попадаете в какую-то ситуацию абсолютно новую встречаете какого-то человека для него вы как npc не игровой персонаж у которого средние характеристики к вам он относится абсолютно нейтрально конечно же если вы к нему не настроены агрессивно то есть вы просто хотите получить какое-то общение с ним и вот в эти 15 минут вам нужно составить о себе впечатление конечно же у всех навыки коммуникации абсолютно разные но для любого человека новый персонаж он в первую очередь вызывает интерес нужно уложиться так и понять вообще в целом настрой человека какой интерес он вам проявляет и на основе этого уже делать какие-то выводы либо дальше продолжать общение получаете выгоду из разговора вопросы задавать наводящие о новых местах местности да допустим как проехать что найти либо уже вы можете понять что есть у человека злой умысел и как правило как раз это происходит после 15 минут общения но в том случае если вы оказываетесь у дороги у вас абсолютно уязвимость в том плане что вы не видите человека да он заранее вас видит и по истечении 15 20 30 минут у человека может появиться какая-то корысть не все люди очень хорошие и добрые да возможно кто-то хочет со злым умыслом совершить против вас какое-то противоправное действие либо преступление соответственно площадку для ночевки нужно выбирать либо в лесу либо в том месте где не просматривается местность даже если перед вами будет какой-то уголовник либо упырь который хочет нажиться абсолютно на всем что попадается ему на глаза все равно для него вы представляете в первую очередь интерес а потом по истечении этого времени он уже начинает думать а что у вас а если деньги а какое оборудование а какой телефон а что у него можно взять и все остальное это происходит именно по истечении этого порога то всего этого конечно же вы просто новый человек как только вы понимаете что разговор идет никто русло вы просто спокойно желаете всего доброго садитесь и уезжайте все а потом уже человек когда начинает понимать что от него уехала добыча вы будете где-то уже далеко-далеко от этого места если человек съезжает с дороги на какую-то площадку где я сейчас стою то с этого места даже если там пойдет куда-то в туалет либо просто захочет прогуляться он должен не видеть вашу палатку тогда вы можете ночевать абсолютно везде понятное дело если вы захотите погладить кисточки у рыси либо побежать на медведицу которая с медвежатами естественно у вас будут большие проблемы то если вы будете соблюдать все эти правила 15 минут местность не просматриваются где вы ставите палатку поверьте мне можно абсолютно в любом месте находиться и ночевать утром вставать и ехать дальше ну что куриный суп на этот раз смотрим у себя что он представляет тепленько так ну что выглядит как суп как горячий куриный суп только у меня ложка не подходящая с дырочками очень вкусно 1,19 только такой что солоновато немного я не люблю когда соленая я лучше обычно сам добавляю соль но так у нас ничего с собой нет в любом случае даже так смотрите какие куски мяса настоящая курица даже хлеба не надо наваристый прям бульон морковка лук петрушка здесь лежит либо укроп учитывая что на улице 2 градуса с помощью пакет или нагрева она подогрелась градусов наверно это 60-70 огонь суп отличный я думаю что он так себе будет но суп просто шикарно честно я хочу найти какой-то подвох у кронидова но в целом это как вкусное домашний да даже не как в столовке а именно как домашний когда не желез не жалеешь продуктов очень вкусно пока пища усваивается я хочу рассказать одну историю как перестать сать и начать путешествовать этой истории буквально пять лет пять лет назад впервые я собрался за границу в норвегию через финляндию швецию со своей девушкой и вот мы примерно то же самое время собрались на моем мотоцикле это был suzuki bandit 1200 мною самый любимый мотоцикл у нас из экипировки было чуть больше чем даже сейчас то есть это были хорошие шлема перчатки мото дождевики у меня был кожаный комбинезон в общем в целом можно было ехать вообще без всяких проблем и вот мы собираемся выезжать и начинает просто фигачить дождь очень сильный питерский дождь который заходит стеной и даже не думает прекращаться и вот здесь самый тяжелый этап вот когда ты очень очень сильно привык домашнему комфорту уюту ты вырываешься в какие-то экстремальные условия но даже после того как закончится дождь у меня началась просто апатия я не мог даже представить что 2000 километров возможно преодолимая затея потому что я проехал всего там ничего я уже думаю о том как мы вдвоем поедем знаете это вот как раз та самая привычка к тому что вы привыкли вы находитесь дома вы сидите дома и вам кажется что куда-то вы поедете это очень хреновая затея да есть люди которые уже сразу готовы путешествовать но даже я который был готов я был не готов потому что нас будет встречать такая погода потому что на мотоцикле ты без крыши ты без печки ты не на машине но машину меня даже тогда не было и все это конечно же доставляет тебе дискомфорт мысли в голове о том что надо ли ехать а зачем ехать и вот здесь вот самый главный момент нужно просто отбросить эти мысли и ехать вот пройдешь ты пол дня либо день и скорее всего на второй день когда ты проснешься в гостинице в палатке либо еще где-то сядешь на своего коня скутер это будет мотоцикл неважно какая будет техника хоть велосипед или роликовые коньки то ты поймешь что самое интересное это за зоной комфорта всегда так пока ты находишься в зоне комфорта ты не видишь ничего действительно крутого и интересного но по стечении некоторого времени ты начинаешь кайфовать от дороги вот как сейчас второй день до холодно 2 градуса у меня изо рта идет немного пар но реально холодная в зимней шапке и мне вообще не жарко но как только вы вкусите эту прелесть путешествий вы уже другим никогда не станете поверьте мне у кого-то это с первого раза происходит у кого-то это каждый раз когда вы начинаете путешествовать но прежним вы никогда не станет особенно если вы едете в те места где никогда не были неважно мурманская эта область сейчас будет либо абсолютно какое-то новое место возле дома где вы никогда не были потому что попадая в новое место вы получаете новые эмоции а эмоции они бесценны и узнаете по происшествии многих лет я каждый раз вспоминаю эти поездки на мотоцикле в хреновую погоду в осень как я обычно это делал я вообще не жалею потому что это действительно были яркие эмоции были сложности намокали как-то согревались там конечно долгая отдельная история это очень было круто копите эмоции они вещи эмоции останутся с вами на года ну как сказал еще конюхов а хер ли дома делать поэтому полетели спасибо тебе место за обед помчали дальше помните где фродо и бильбо бэггинс отправлялись через болото вместе со смегл и там была точно такая же атмосфера и болото здесь они просто бескрайние когда он низко посмотрел там ему показался труп и глаза открыл также мистично страшно интересно там в воде мертвецы это мертвые лица в воде давно мертвые давно сгнили эльфы люди орки великая битва далеких лет мертвые болото да да так они и называются фруда надо сделать фото все нет и начался бэг хьюстон у нас проблемы нам нужно срочно заклеить пакет потому что хорошо что я предусмотрительно у нас будет потери потерь мы намокнем и будем мокром в спальнике спать а нам этого не нужно есть теперь можно ехать спокойнее все будет и очередное ожидание столько времени теряю капец как я тамелся не знаю какая температура но очень холодно до кеми оставалось буквально где-то 100 километров но они мне дались достаточно сложно потому что как я посмотрел температура была уже около 0 градусов и если стабильно ехать при такой скорости 60 конечности очень быстро замерзали в первую очередь мерзли руки и весь холод уже переходил на тело при том что чем дальше на север каждые 100 километров температура падала примерно на пол градуса на один градус грела мне то что было солнце и дождь прошел ну и самое главное оставалось до точки назначения буквально совсем немного кем брал 1785 год хотелось бы таскать в общих чертах понятий что ему нужно да понять его надежа царь не мудрино они кемскую волос требуют и воевали говорят так подаю сюда что что кемской волос о я я кемская волос да пусть забирает на здоровье я-то думал господи а я думал что город намного старше там же кем кемская волос что есть а 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 так ребят я тут это кеме заехал на заправку роснефти и мне тут только что рассказали что сожгли ту церковь где снимали фильм остров а я по сути рабочий островской еду именно поэтому но так как я уже сюда приехали в случае поеду сейчас просто на берег поставлю палатку там за ночуем но завтра уже будем думать скорее всего поедем уже в апатиты отсюда примерно где-то 400 километров он соответственно в ночь я уже точно не поеду возвращаться смысла никакого нет но заправка зато работает круглосуточно вот это знаете это просто какой-то оазис единственная заправка по всей территории и вот знаете как это бывает ты съехал с федеральной трассы поехал в сторону кимии рабочий островска асфальта буквально ну где-то 10 километров а дальше в самом городе просто убитая дорога я таких уже наверное лет 20 не встречал однако вот просто даже по городу и придорожных дорогах невозможно было ехать на скутере где-то по бровке с краю дороги там еще более или менее живой асфальт местные конечно очень быстро ездят и меня обгоняли но я не видел смысла убивать свой скутер мне казалось что просто оторвался багажник потому что здесь как будто вы после второй мировой войны дорогу не делали вообще но могу сказать следующее этот город напомнил мой родной город прокопьевске в кемеровской области где я родился железнодорожный городок тоже здесь отапливаются углем точно такой же запах непонятные телодвижения вокруг магазинов типа магнита и пятерочки вся молодежь тусит там потому что естественное место для досуга больше нет поэтому часто можно увидеть днем шатающиеся тела типы в виде пьяных людей я по вечерам вся молодежь стекается возле магазинчика и посасывает пивасик что ребята еду как будто вперед непонятно потому что дороги нет вообще 6 километров по этой убитой дороге но это просто капец привет ну что ребята в общем я как обычно в темноте приехал непонятно куда но я в общем рабочий островске нашел старую верфь для переправки на соловецкий монастырь и на соловки тут вообще абсолютно тишина я уже давно такого не помню чтобы было тихо вообще не души попьем чай поедим нужно было завтра рано выдвинуться в кировск в апатиты да конечно есть доли разочарования что поделать не должно быть все так идеально и плохая дорога и отсутствие того чего я хотел здесь увидеть к сожалению этот немного обустроился поставил палатку накачал коврик будем сегодня его испытывать положил спальный мешок сейчас поедим говядину со сладким перцем купил еще карельскую воду карелия 1 плюс надеюсь не из-под карельского крана настоящая вода и нужно будет ложиться потихоньку ко сну раньше ляжем раньше встанем и уедем отсюда ну и за одним поснимаем эти места потому что тут непонятно что где куда я даже сам не понимаю где еще пока что все процесс пошел кипения греем сладкий перчик знаете все таки многослойка это вообще вещи у меня получается термуха флиска и сверху дышащая куртка мембрана прохладно конечно потому что это все остывает но на будущее я себе куплю флисовую одежду из материала polar так потому что это реально важно еще на что-то делать перчатками потому что обычно лыжные да они у меня на 3м утеплители insulate да они лыжные с мембраной но все равно они быстро охлаждаются надо что-то более зимнее более такое экстремальное потому что это в первую очередь конечности страдает либо какие-то защитные лопухи ставить в общем так ладно пока идем в палатку расправим там спальный мешок чтобы он набрал объем потому что когда набирает утеплитель объем получается больше прослойка которая сдерживает тепло на теле но и мы не будем просто мерзнуть вообще погода сейчас очень такая хорошая несмотря на то что на улице где-то плюс 2 плюс 1 ветра нет нет дождя это круто так отлично очень круто на газу когда нет ветра быстро вскипает по он готов что пробуем нашу пятику очень долго кстати грелка кипит вот уже минут наверное 30 она все бурлит и бурлит классная вещь нужно просто даже достать отсюда использовать потом в личных годовых целях а теперь пекти поздний бранч поздний ланч рабочий островский а на руинах речного порта романтика кстати небо чистое звездное жаль на камеру не увидеть уф горячий по моему это мой фаворит вообще вкусно чищи я козу ну как тушеная говядина очень вкусно и перец чувствуется сладкий а вот здесь как будто бы наоборот соли чуть-чуть не хватает я бы это с хлебом поел но хлеба нет ладно ребят все спокойной ночи приятного аппетита мне посвящаю эти руины рабочий островского всем салют однозначно лайк всем привет всем скутеристам подписчикам и будущим подписчицам и подписчикам тоже под носками у меня сейчас лейкопласт и согревающий и он действительно работает я его наклеил сверху носок сейчас еще надену чуниц а это гусиные чуни классные штуки я такие взял это не мои но на будущее обязательно куплю потому что гусиный пух он делает очень классную такую прослойку воздушную соответственно задерживать тепло от ног но и согревает этим теплом ваши ноги класс и и Субтитры сделал DimaTorzok